Прокуратура выявила порядка 60 нарушений в сфере сохранности объектов культурного наследия. И это только в центре Владимира. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал прокурор области. Иван Грибов отметил, что проверку проводил глава Владимирского надзорного ведомства. Причем наибольшее количество претензий у прокуратуры к тому, как частные арендаторы следят за состоянием исторических зданий. Порядка 60 нарушений мы выявили. В основном они касаются ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию объектов, которые культура наследия. У нас весь центр практически состоит из этих объектов. И там, где арендатор или собственник не смотрит за состоянием, мы по ним приняли широкий спектр мер реагирования. Наша задача заставлять их следить за этими объектами. Наибольшее количество нарушений приходится на частных собственников? Да. Пожалуй, один из самых ярких примеров того, как именно частные арендаторы следят за сохранностью объектов культурного наследия, история с кинотеатром художественной. Еще в 2017 году коммерческая фирма на 49 лет арендовала у мэрии историческое здание в центре Владимира. Изначально планировалось, что уже к 1 августа 2020 года двери обновленного кинотеатра откроются для горожан. Но уже в 2019 гендиректор компании дал понять, что в срок не успеет. На тот момент даже проект реставрации памятника еще не был утвержден. Мы стараемся. К 1 августа, конечно, я не думаю, что мы успеем, но стараемся сделать. У нас все зависит от проекта, как мы его утвердим, как мы его согласуем. В результате городские чиновники расторгли с коммерсантами договор на аренду. А в 2023 году мэрия принимает решение передать кинотеатр в областную собственность. 24 января уже этого года региональный министр культуры отметила, что не так давно был заключен контракт на составление проектно-сметной документации по восстановлению исторического здания. Сколько может стоить, смогу точно сказать, как только будет научно-проектная документация. То, что интерьеры будут максимально сохранены, работаем с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия очень плотно. Тем не менее, одной из приоритетных задач властей на этот год является продолжение практики передачи исторических зданий в аренду частным собственникам. Об этом на встрече с журналистами 26 января рассказала начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области. В этом году по поручению губернатора пройдет круглый стол с участием всех заинтересованных, которые... Готовы провести работы по сохранению для последующего использования данных памятников истории и культуры. В первую очередь в данном ключе, безусловно, рассматриваются объекты, которые находятся в областной собственности, и рассматриваются предложения органов местного самоуправления. Те объекты, которые в настоящее время не используются областными или муниципальными структурами. К слову, прокурор области не обошел стороной и тему восстановления драмтеатра. Напомним, незадолго до этого региональный министр культуры в целом высказалась в защиту компании, которая проводит восстановительные работы, и призвала отнестись к проблемам с пониманием. За всю мою практически 30-летнюю профессиональную биографию у меня не было ни одной истории, когда вот начали, и все прям гладко. Мы к этому стремимся. Нет пределов совершенства, но какие-то шероховатости всегда вылезают. Я говорю, внешние, внутренние, у нас то ковид, то люди болеют. Но вот прокурор области на встречу с журналистами не был настроен столь оптимистично. И не исключил выявление нарушений со стороны подрядной организации. У нас прокуроры по государственным муниципальным контрактам колоссальную работу проводят. У нас нарушений там свыше полутора тысяч, которые мы выявляем по исполнению этих контрактов. В основном они касаются как раз-таки того, что сроки нарушались не по объективным причинам, а в силу того, что не выходили на работу вовремя, там какие-то вещи не поставляли. То есть должен быть график работы, они грубо от него отходят. Мы должны перепроверить, потому что те сигналы, которые мы получаем, в том числе от вас, они говорят о том, что процесс уже достаточно затянулся. Иван Грибов отметил, в первом квартале этого года надзорный орган выйдет на место и проверит ход восстановления Владимирского драмтеатра. Алексей Домнин, Александр Рогофонов и Егор Дейкевич. Шестой канал.